Приветствую вас, Наталья, и проблема ваша в социале ясна. Вопрос немножечко в другом. Что вы хотите со своей проблемой делать, потому что вы ничего не написали. Вы не написали, условно говоря, то, что вам хочется. Проблемы вы описываете, но что дальше не совсем понятно. Первое, что стоит сказать в обязательном порядке, это то, что подобное состояние при столкновении с звуками различного рода, это обратная реакция на контроль, на сдерживание себя, на волевую силу. То есть, условно говоря, если человек живет постоянно пытаясь себя контролировать, постоянно опираясь только на волю, на силу воли, постоянно опираясь на когнитивные, то есть, интеллектуальные ресурсы. Если человек живет стараясь все контролировать, если человек живет стараясь все планировать, или если человек не позволяет себе быть слабым, не позволяет себе регрессировать, то есть, расслабляться, восстанавливать силы, если человек не позволяет себе следовать своим порывам, то то, что происходит, воспринимается именно как это. И, с одной стороны, вам этого хочется, но вы это вытесняете от сердца раздражения. С другой стороны, вы этого боитесь. Это, ну, как бы, более такая, легко распознаваемая реакция, ну, может быть, не у вас. Может быть, не у вас, может быть, у вас, как раз, может быть, это, ну, у вас. Но, как правило, именно, вот, страх, он более распознаваем в данном случае, а тогда как, вот, вытеснение, ну, вы же, например, вам же, например, не приходило в голову, что вы можете, там, не знаю, к примеру, хотеть, вот, допустим, плакать. Вот, то есть вам, 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 вам вряд ли приходило в голову, что вы можете хотеть, эм, что опыт, или, там, вы можете хотеть, эм, сделать статистику. Ну, вот, скорее всего, нет. Скорее всего, подобные вещи вам в голову не приходило, не приходило. Вот, это нормально, но, вот, именно то, что вам эти мысли в голову не приходили, но, эм, желание, вот, это важно, желание, э, точнее, чувство, чувство, э, злости, и разращивание возникает, то это говорит о том, что, что-то в этом вас задевает, что-то вызывает у вас, э, ну, там, условно говоря, э, некоторую, такую вот, ну, пускай будет, э, болезненность, да? Вот. И, это болезнь, как раз, связана с тем, что вам это откликается. То есть, это вам, чем-то, вам, чем-то откликается. Ну, он, так, откликается тем, что, скорее всего, хочется. Вот, поэтому здесь имеет место быть вытеснение. А, следующий важный момент, это то, что вы, условно говоря, делаете со своим раздражением. То есть, э, как бы с ним обращаетесь. Э, ну, во-первых, э, как вы, наверняка, не мордаетесь, это вот такой, самый первый вопрос. Ну, вот вы раздражаетесь, да? Допустим. Допустим. Правило раздражаетесь. А, что, э, э, у вас, это, какую реакцию это у вас вызывает? То есть, ну, считаете ли вы, например, что, правило раздражает? Э-эм, это нормально? Э-эм, считаете ли вы, что в ответ на раздражение, ну то есть, если, вот, если так случилось, то раздражение, ну, вы, начали испытывать раздражение, если так случилось, то возвращение означает, что, условно говоря, чем-то вы не удовлетворены, что всего-то вам не хватает, что где-то в вашей жизни что-то вы упускаете для себя, что не хватает может быть некоторой чувственности, возможности быть слабой, а может быть не хватает взаимодействия с людьми на таком вот, я бы сказал, на таком, знаете, немного другом уровне на таком, я бы сказал, ну может быть, чувственном уровне. Вот. То есть это вот те вещи, как мне кажется, на которые вам стоит обратить внимание, хоть вы и не задаете вопрос и не выражаете того, что вы хотите и хотели бы делать со своей реакцией. То есть все по сути происходит. Внешние звуки подвигают угрозе контроль, который вы продвигаете как некую стратегию своей жизни. Или, если это не контроль, например, то это может быть не удовлетворено, что это может быть самообичрение, это может быть в любом случае какой-то некий факт противоборства самой собой. Вот. И это очень важный момент, как мне кажется. Раздражение напоминает вам о факте противоборства и намекает вам на то, как это трудно, как это тяжело, как это энергозатратно и, соответственно, это вызывает у вас раздражение. И надо сказать, что, ну, вполне нормально. Подобная реакция вполне нормальная. Вот. Другой вопрос. Я повторюсь, что вы хотите с этим делать? Потому что... Знать. 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 Это одно. Вот то, что вы, допустим, сейчас узнали. Это одно. Но делать с этим что-то, менять что-то, например, это уже совсем другое, как мне кажется. Поэтому вам нужно решить, в какую сторону вы хотите двигаться и хотите ли с этим. Вот. Но в любом случае вам нужно быть готовы к тому, что придется что-то менять. Это не всегда легко, это не всегда просто, это не всегда болезненно. И, скорее всего, это вызовет у вас еще больше раздражения. Но, повторюсь, важно в этом раздражении, которое вы испытываете, не быть одинокой. То есть, условно говоря, условно говоря, вы не одна в своем раздражении. Вам, я уверен, что есть люди, вот, которые могут вас поддержать в этом. И я уверен, что это близкие люди, я уверен, что это любящие вас люди, родные люди. Я уверен, что в том вполне могут быть ваши друзья, я уверен, что это может быть кто угодно. Вот. То есть, таких людей достаточно много важно, чтобы вы позволили им, этим людям, быть с вами, вот, в этом периоде. Чтобы не отталкивали их, не пытались справиться с вами. Чтобы не боялись, условно говоря, плакать им. Вот. Потому что, если вы будете пытаться себя сдерживать, то, на мой взгляд, ситуация будет нарастать. Ну, то есть, нарастать, я имею в виду становиться все более и более для вас не сносно. Вот. Пока, пока это еще не стало, образно говоря, патологией, да, пока это не превратилось в патологию. Вот, вам, имеет смысл, конечно, с этим начать потихонечку, Наталья, разбираться. Вот. Что нужно сделать сейчас? Сейчас вам нужно, вот вы говорите, да, что он меня раздражает, то-то-то-то. Постарайтесь спросить, спросить себя, в чем именно развращение. Вот, какие мысли вызывают, какие чувства, вот, о чем, о чем, о чем, о чем вы хотите, да. То, постарайтесь, эм, заходить за глядом, вот, немножечко вглубь, там, сейчас, и на очень поверхностном уровне, это воспринимает. Давайте, вот, чуть-чуть, э, постарайтесь, э, копнуть поглубь, да. Вот. То есть придать этому больше своей индивидуальной, э, так сказать, окраски. Вот. И с этим уже, вам нужно будет начинать, э, психотерапию, потому что, понятно, что, там, само по себе оно не пройдет. И, ну, отдых, расслабление, если вы сейчас себе это строите, конечно, облегчение принесет, но, ненадолго, потому что, дел здесь, в вашей психике. На этом все, я надеюсь, что помог вам, желаю, желаю вам всего самого, самого доброго и удачи.